В Ямальском районе в 2019 году началась реализация пилотного проекта Уютный Ямал в районном центре. Село Ярселе. Победителями сразу стали три проекта из пяти. Среди них спортивная площадка в квартале Полярный, серия турниров по киберспорту Северный Джойстик и площадка для выгула собак Док-Сити. Реализация народных инициатив была назначена на 2020 год. За короткий строительный период, присущий Ямалу, с поставленными задачами удалось справиться. Как результат, уже в начале сентября жители микрорайона Полярный отмечали открытие новой спортивной игровой площадки. Объект сразу же полюбился жителям и стал одним из лучших мест, сколько детей и взрослых. Это уже седьмая и восьмая инициатива, которая подана гражданами, и мы ее реализуем. Ну, видно, что инициатива хорошая, она очень уже нравится жителям, особенно самым маленьким. Я вот подходил, спрашивал, ну, дети в восторге. Сейчас это пока, ну, пока, наверное, самая любимая площадка в Ярселе. Площадка очень хорошая. Во-первых, то, что близко к дому, вышел во двор. То, что надо идти на Советскую, в центр. Очень удобно, близко. И взрослые, как бы, могут поиграть. И дети наши сами. Горки вообще хорошие. То есть, современные, крепкие. Никак были. Вот то, что ломают дети. Безопасные, во-первых. Другой проект, который привлек внимание ирсалинцев и был выбран среди других инициатив, стала площадка для угла домашних животных Док-Сити. Портативная площадка позволит не только гулять с домашними любимцами, но и дрессировать. И даже проводить соревнования. Идея родилась у нас по созданию площадки на форуме в прошлом году, в 2019. И решили ее выдвинуть, эту идею, на уютный Ямал. Автором идеи является Степаненко Ксения, секретарь молодежного совета. И в дальнейшем, как бы, все ребята, каждый внес свой вклад для разработки этого проекта, для дизайна, для каких-то идей. Еще одна уникальность данной площадки в том, что она достаточно мобильная. Быстро собирается, разбирается, что позволяет ее не привязывать конкретно к одному месту. Основной концепт ее, что она будет мобильная. Мы ее сможем перенести с места на место. Мы можем ее делать любыми геометрическими фигурами, хоть звездой. Уютный Ямал – это не только площадки, но и проведение турниров по киберспорту. Как и стало в случае с третьим проектом, вошедшим в тройку лидеров 2019 года – «Северный Джойстик». Идея достаточно простая и в то же время имеет популярность у ярсалинской молодежи. Наконец-то оправдали действительно ожидания нашей молодежи. Многие голосовали за этот проект «Северный Джойстик». И, наконец-то, мы провели первый турнир. В принципе, действительно, это, наверное, инициатива, судя по проведенному предварительному опросу, это инициатива молодежи, подростков, которые просто желали. А инициативная группа, ну, получается так, что мы подхватили эту тенденцию вовремя и воплотили ее в жизнь. 1 марта стал для ямальцев не только первым днем весны, но и стартом проекта «Уютный Ямал». Это значит, что идеи по благоустройству жителей района станут не просто предложением, а возможностью для реализации в 2021 году. На эти цели было выделено 5 миллионов рублей. Сумма достаточно большая, чтобы осуществить даже самые амбициозные проекты. Сегодня, 1 марта, стартует все муниципальные образования с открытием проектных офисов и с новым стартом идей для воплощения в 2021 году. Ямальский район, конечно, не исключение. Мы хотим, чтобы жители каждого сельского поселения Ямальского района стали более активными и принимали участие в финансировании, в распределении бюджета района, на создание комфортной среды для проживания. Было много критериев для оценки проектов, работа велась в течение всего лета. Это было хорошей возможностью ознакомиться с проектами не только на бумаге, но и вживую, осмотреть место будущего объекта, изучить ситуацию на месте. Как итог, уже к концу лета определился шорт-лист победителей, вошедших в финальный этап голосования. В шорт-лист победителей вошло 7 проектов из 6 поселений района. Теперь, чтобы победить, нужно было объединить усилия, каждому поселку проголосовал за свой проект. Хочу акцентировать, голосуют граждане, достигшие 18 лет и старше, и по условиям конкурса зависит от количества голосов, победит ли ваш проект или нет. От каждого сельского поселения должно за проект поселка проголосовать не менее 50% от зарегистрированных жителей поселка. Проще простого организоваться всем и онлайн проголосовать один раз, и очно проголосовать один раз, и все, вы в победителях. Стали известны итоги голосования. Больше всего голосов получил проект пешеходного тротуара по улице Геологов, села Мыскаменный. За него проголосовало 112 жителей онлайн и 641 человек отдали свои голоса за проект на избирательном участке. Общий процент от числа зарегистрированных жителей состоял 64,1%. Вторым по количеству проголосовавших стала въездная стела в селе Новый Порт. За нее 108 граждан проголосовали онлайн и 670 оффлайн, по результатам которого общий процент состоял 60,8%. Салимал, несмотря на то, что имел два проекта и был готов разделить жителей, передалил порог 50% от общего числа зарегистрированных жителей. За инициативу «Здесь нам жить» в общем проголосовал 361 человек из 656 жителей Салимала. Совсем немного не хватило жителям Панаевска, чтобы идея мостика через теплотрассу смогла получить жизнь. 28,3% и 28,5% от общего числа жителей соответственно получилось набрать у жителей Ярселя и Сиехи при голосовании за проекты. Двор мечты в Салимале второй проект жителей смог набрать 10,8% от общего числа жителей. На сегодняшний день по результатам можно сказать следующее. 6, 7, извините, проектов вышло у нас в финал. За 7 проектов мы с вами голосовали. В общем, в целом 39% населения Ямальского района приняли участие в голосовании. Я считаю, что это очень хороший результат. То есть практически 40% населения. А это значит, что инициативы, которые были поддержаны людьми, мы их можем смело назвать народными. В этом году, проанализировав всю ситуацию, как проходил проект, какие были сложности, мы планируем начать работу по подготовке населения, по обучению лидеров инициативных групп, вообще людей, которые хотят в следующем году поучаствовать, поучить поэтапно, как готовить проект, как уметь его защищать, как составить смету, как сорганизовать группу единомышленников. Итоги подведены, работа продолжается. Впереди заключение договоров, определение сметы и сами строительные работы. Жители района будут осведомлены о каждом шаге решения в отношении новых объектов. А сейчас уже стоит задуматься о проектах, нацеленных на уютный Ямал в 2021 году. Евгений Алабушев, Иосиф Щелоков, Виктор Утробин, Марсель Галиев, Ямальское телевидение, Ерсене.